В эфире новости МЕДТВ. В студии Наталья Минеева. Здравствуйте! В прошедшее воскресенье Парк Победы наполнился атмосферой юности. О том, каким был фестиваль, расскажет Марина Турункина. 20 сентября в Парке Победы прошел первый молодежный фестиваль «Юность». Уже в 14.00 состоялось открытие площадок – скейт-парк, танцпол, музыкальная сцена, воркаут, байкер-шоу и граффити. Блейдер Кросс – это скоростной забег на роликах по трассе с препятствиями. Ими могут быть как фигуры скейт-парка, так и ступеньки, парапеты, перепады высот и клумбы. Участники соревнований почти всегда с легкостью преодолевали все преграды. Но здесь были не только роллеры. На пандусах показывали свое мастерство ребята, занимающиеся также скейтбордом, BMX и кикскутером. Рядом со зданием ДК развернулась танцевальная сцена. Жюри оценивало таланты участников. Отбор проходил посредством баттлов. Музыкальная сцена Это главная площадка фестиваля. Аля Гарсия, Мюррей, Лазла Грей, Лос Дэй, Тарши Блоус. К вечеру слушателей становилось все больше, а атмосфера все уютней. Лиричные песни Алины Осы-Кравца. Танцевальные фруктового кефира. Тишина, но потише, выше, на уши все выше, выше легла. Я сижу, а на крыше я слежу, чтобы крыша не утекла. Атмосфера просто прекрасная. Мы погуляли по природе, чуть не нырнули в реку. И однажды чуть не искупались в фонтане. Но решили, что лучше этого не делать, потому что немного холодно. А так нам очень нравится. Мы уже в Зеленограде, в принципе, не в первый раз. И с каждым разом все веселее и веселее нас это радует. Завершили концертную программу хедлайнера фестиваля. Зеленоградская группа The Red Uses. Юность, первый молодежный фестиваль такого рода в Зеленограде дал отличный старт осени 2014 года. Марина Турункина, Олег Осипенко, МИЭТ-ТВ. С сентября по декабрь 2014 года в МИЭТе будут проходить университетские субботы. Старшеклассники и все желающие приглашены на открытые лекции. Занятия проводят преподаватели и ведущие ученые МИЭТа. Темой отличается разнообразие. Биомедицина, оптика и лазерные технологии, нано-микроэлектроника, материалы электроники, робототехника и космические технологии, телекоммуникации, программирование, дизайн. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит уникальная выставка творений Сальвадора Дали. О художественных предпочтениях наших студентов узнавала Александра Хренова. Я посещаю выставки не так часто, я предпочитаю театры. Я последнее время их не посещаю, потому что 11 класс у меня была подготовка, и сейчас на первом курсе у меня достаточно плотный график. Раз за два в год. Чтобы не соврать, да. Ну, если не меньше. Редко, редко. Редко. Раз в сезон. В основном в Москве. Ну, очень редко, можно сказать, вообще не посещаю. Летом вообще очень много было на выставках, особенно когда бесплатные дни бывают. Не знаю, мне очень нравится. Ну, не так часто, как хотелось бы, все-таки учеба и какое-то свое свободное время, но была на нескольких выставках в советских игровых автоматах, ну, было прикольно, здорово. Ну, честно говоря, довольно редко посещаю выставки. Не знаю, с чем это связано, просто какого-то внутреннего порыва нет. Ну, иногда, когда это случается, это, конечно, становится событием. Я бы предпришла выставки художников и любимых мной художников. Я думаю, я бы поехала на выставку современного искусства, скульптуру и живопись. Выставка фотографий, выставка автомобилей, выставка истории России. Мне интересны выставки музеев разных картин. Скажем, как «Золотой век европейской культуры», «Голландская живопись». Связанные с музыкой, с таким творчеством, может быть, даже художественные. Честно говоря, не знаю, если бы была организована выставка произведений, я не знаю, там, художника Шишкина, я, наверное, пошла бы, потому что мне очень нравится, как он выставил. Мне очень нравится Ван Гог и Сальвадор Дали, особенно Сальвадор Дали. Я прониклась в его творчество, когда мы были в его театре-музее в Фигерисе в Испании. Я никого особенного не выделяю, мне нравится эта культура и это искусство в общем. 17 сентября состоялась отчетно-выборная конференция Студсовета общежития МИЭД. В клуб Студгородка были приглашены и первокурсники. Ребятам объяснили правила проживания и дали несколько полезных советов. Также был учрежден состав Студсовета общежитий и избран новый председатель Вадим Игошин. Это все события прошедшей недели. Вы смотрели новости МИЭД-ТВ, выпуск провела Наталья Минеева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...